Скорость 600 км в час. Высота 400 метров. Расстояние от здания исторического музея до храма Василия Блаженного, ромб, состоящий из пяти Су-27 и четырёх МиГ-29, прошёл менее чем за две секунды. Ещё зрители могли видеть эффектный отстрел тепловых ловушек и красивый вираж, который самолёты заложили на фоне церковных куполов. Такие пролёты длятся мгновения, но запоминаются надолго миллионам зрителей, а готовятся к ним годами. Доверить подобное можно только лучшим, таким как пилоты прославленных пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Сегодня обе группы находятся на пике формы. Их выступления вот уже не один год восхищают посетителей самых престижных мировых авиасалонов. Пролёт плотным ромбом требует высокого мастерства. Но для этих ассов технически не самый сложный элемент пилотирования. Самое трудное здесь — груз ответственности, который ложится на плечи лётчиков. Пилоты ощутили это ещё в 2003 году, когда готовили свой первый совместный полёт над Красной площадью. Задача, которую предстоит нам завтра выполнять над Красной площадью, для наших авиационных пилотажных групп гораздо, так сказать, спокойнее и, в общем-то, по рангу ниже, по сложности задачи. Чем на авиасалонах? Чем на авиасалонах, да. По уровню, конечно, ответственности. И в штурманском плане, точности и времени выхода. И вообще, так сказать, сам площадной район, так сказать, то святое место для каждого русского человека. Красная площадь, центр Москвы. Здесь накладывают очень высокую ответственность. Вот так выглядит одна из важнейших составляющих тренировки пилотажных групп. Пять витязей — Игорь Ткаченко, Игорь Шпак, Олег Ряполов, Олег Ерофеев и Андрей Алексеев, и четверо стрижей — Николай Дятел, Геннадий Авраменко, Игорь Соколов и Виктор Селютин — проходят полёт ромбом, отрабатывая взаимодействие в воздухе. До Парада Победы осталось всего два дня. И никаких случайностей во время демонстрационного полёта быть не должно. Поэтому подготовка проводится очень тщательно. И на земле, и в воздухе. Да, есть много куда более сложных элементов полёта. Но и сохранение строя в ромбе, состоящем из многотонных боевых машин разного типа, задача, требующая ювелирного мастерства пилотажа. Самолёты идут буквально в притирку. Для их скорости дистанция в три метра — ничто. И при этом её надо сохранять на всём показательном участке полёта. Все действия. Каждое движение лётчиков должны быть отработаны до автоматизма. Впервые стены Древнего Кремля увидели лётчиков в 2003 году на День независимости России. Тогда они пролетели над парадным строем пирамидой в составе десяти машин. Второй — в 2005-м. На 60-летний юбилей Победы. Сложность первого полёта состояла в том, что с 1956 года военные самолёты над площадью не летали. По соображениям безопасности. Да и надобности особой не было. Военную мощь демонстрировали баллистические ракеты, танки, артиллерия. Когда же Красную площадь для тяжёлой техники окончательно закрыли, вспомнили об авиации. После полувекового перерыва пройти, пусть даже без маневрирования над исторической частью столицы, где сосредоточены главные властные учреждения, собрались огромные массы народа. Тут даже не лётное мастерство было поставлено во главу угла, а безопасность, безопасность и ещё раз безопасность. Особые меры безопасности мы принимаем всегда, и они будут обязательно предприняты. А безопасность полётов организуется на основе огромного комплекса мероприятий, начиная от того, насколько подготовлен лётчик, насколько подготовлена техника, насколько рассчитан маршрут, насколько всё это организовано управление, насколько организован контроль за всем этим делом. В этом году безопасность и слаженность полёта также была продумана вплоть до мельчайших деталей. В резерве на аэродроме Кубинка находились полностью готовые к вылету машины. Два истребителя-перехватчика Су-27 и один фронтовой истребитель Ми-29. Если хоть у одного из участвующих в параде самолётов обнаружится неисправность, лётчик тут же пересядет в резерв. Время взлёта, маршрут подлёта к месту парада и выхода на площадь перед Кремлём были тщательно рассчитаны и обеспечивались штурманами Игорем Куриленко и Дмитрием Смирновым. Рассчитывается всё, даже самые пиковые ситуации. Весь маршрут разделён на определённые этапы, на которых есть определённые области зоны покидания самолёта. И есть, опять же, определённые области, где зон покидания нет. В Москве никто не рассчитывал на определённые авиашовы и так далее. Поэтому накладывают определённую ответственность, куда направить самолёт в случае какой-то проблемы, негативного явления, неисправности и так далее. Работа на Кубинке 9 мая 2007 года началась ранним утром. Техники начали подготовку машин к вылету, когда участвующие в параде войска ещё даже не выехали на Красную площадь. Далее всё было расписано по минутам. Коллектив из десятков людей работал как часы. В половине десятого пилоты направились к своим машинам. По пути они приветствовали своих коллег и знакомых из числа наблюдателей. Наша программа удостоилась особого внимания. Смотрим отдельный привет. Хе-хе-хе-хе. В 9.45, когда парадные подразделения уже замерли на площади, лётчики занимали места в кабинах и готовились запускать двигатели. В 10 часов самолёты начали выруливать на взлётную полосу и выстраиваться перед взлётом. В 10.10 на Красной площади автомобили с министром обороны и командующим Московским военным округом объезжают парадные расчёты. На аэродроме Кубинка начала взлетать тройка, двойка витязей, а потом четверо стрижей. Затем самолёты перестроились в соответствующий порядок и взяли курс к сердцу страны, на Кремль. Ровно в 10 часов 42 минуты и 5 секунд ромб из 9 самолётов Центра показа авиационной техники Кубинка вышел на Красную площадь со стороны Исторического музея и Игорь Ткаченко поздравил ветеранов войны и всех присутствующих на параде с Великим Днём Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, поздравляю вас с 62-й годовщиной победы над фашистской Германией. Желаем вам крепчейшего здоровья, уверенности в завтрашнем дне, долгих лет жизни. Мы вас любим, мы вас верим. Путь на родной аэродром занял считанные минуты. Уже над Кубинкой пилоты по традиции продемонстрировали своё мастерство ветеранам и своим коллегам. И тут асы показали всё, на что способны. И всё-таки самыми волнующими сегодня были именно те мгновения. Две секунды над Красной площадью. Впереди у асов новые мгновения славы и новые часы, месяцы, годы подготовки. И новые выступления. Именно в эти дни лётчики пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» должны выступать в небе Ростовской области на торжественных мероприятиях, посвящённых юбилею 4-й воздушной армии. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова